За прошедшие сутки в Ненинском автономном округе зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ковид-19 выявлены у жителей Нарьинмара, поселка Искатели и иногороднего жителя. На сегодняшний день лечение получают 81 пациент. 12 человек находятся в стационаре. 523 человека на самоизоляции под контролем управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу. На последнем заседании оперативного штаба, которое состоялось в минувшую пятницу, было принято решение о продлении режима ограничительных мер на территории региона до 31 января 2021 года. Под ограничение попадает проведение культурно-массовых мероприятий и продление масочного режима в общественных местах и на транспорте. По-прежнему прибывающие в округ из других субъектов Российской Федерации, в том числе местные жители, должны предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Отсутствие ковида подтверждается только ПЦР-исследованием. В противном случае приезжающие должны пройти курс двухнедельной самоизоляции на дому или в обсерваторе. Больничный лист в этом случае не предусмотрен. Также на оперативном штабе рассмотрели предложение Управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу в отношении лиц старше 65 лет, которым было рекомендовано самоизолироваться на время действия, время ограничительных мер. У нас сейчас эти лица на режиме самоизоляции рекомендованы. Мы бы хотели, чтобы это было внесено как обязательный режим. Предложения о введении обязательных ограничительных мер для лиц старше 65 лет продиктованы жесткими рекомендациями федерального ведомства. Во многих регионах страны такие ограничения уже носят обязательный характер. Как показывает статистика по заболевшим ковидом в Ненинском округе, более 50% пациентов, находящихся в стационаре Ненинской окружной больницы с диагнозом коронавирусной инфекции, это люди старше 65 лет. Мы один из немногих регионов, которые вводят это ограничение рекомендательно. Во всех остальных регионах страны эта норма обязательная. В ходе обсуждения предложения Роспотребнадзора о введении ограничительных мер для лиц старше 65 лет выяснилось, что это может усложнить работу ряда учреждений в регионе. У нас есть в некоторых учреждениях учителя-предметники, в том числе и населие. Мы знаем, что у нас они в принципе единичные. И понимаем, что если сейчас мы вводим данную норму обязательно, то в ряде школ, ряд предметов нам тогда придется переводить вместе с учителем на дистант. Потому что, допустим, у нас в сельской школе есть один учитель-предметник, 65 лет, и он преподает математику. Он преподает математику практически во всех классах. То есть мы понимаем, что вместе с его уходом уходят и все дети по этому предмету на дистант. Вот эти риски у нас есть. Плюс есть тех персонал в садах, тоже старше 65 лет, которые уйдут, если у нас на самоизоляцию, то, соответственно, это осложнит и соблюдение, опять же, требований Роспотребнадзора в наших учреждениях, потому что очень много остальных людей, которые у нас болеют. То есть здесь есть определенные сложности в организации образовательного процесса. Данные обстоятельства касаются также работы медицинских учреждений и ряда других. Поэтому члены штаба приняли решение рассмотреть предложение Управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу в рабочем порядке, предусмотрев условия обведения исключения для лиц 65+, работающих в детских садах, школах, медицинских и иных учреждениях непрерывного жизненного цикла. Как пояснили в профильном ведомстве, самоизолированным гражданам 65+, будет предусмотрено оформление листку временной нетрудоспособности на 14 дней с 1 декабря. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова